Создавать музыку без инструментов и танцевать на руках – этому и не только молодежь Нинецкого округа может научиться на фестивале современного искусства «Кадушка». Он проходит в эти дни в Наринмаре. Фестиваль направлен на развитие востребованных современных направлений молодежной культуры. Какие направления особенно популярны у молодежи, узнаем у моей коллеги Любови Пермяковой. Алексей Михеев, начинающий битбоксер. Четыре года назад он услышал о технике звукоподражания, при которой исполнитель ртом иногда при помощи пальцев издает разные звуки. Ну это клево, первый раз. Клево, просто клево. А ты просто слушаешь. И тебе просто говоришь «Вау!» Это просто вообще клево. Усовершенствовать свое мастерство Алексей решил у мастеров своего дела. Мастер-классы проводит лауреат международных конкурсов и фестивалей Чехии, Германии, Польши, Украины и России Надим Бокшиев. По его словам, опытный битбоксер способен имитировать наложение даже двух инструментов, что дает потрясающий эффект человека-оркестра. Организаторы фестиваля постарались и для любителей брейк-данса. Они подготовили даже две площадки и не прогадали. Это направление оказалось самым массовым и собрало более 80 участников. На одной из площадок собрались любители нижнего экстрима. Это когда танцор исполняет в основном акробатические силовые трюки на полу. Здесь надо понимать, что если ты занялся брейк-дансом, то здесь нужно, ну как и в любом деле, наверное, усердие. То есть ты должен быть усерден. Если ты не готов приложить усилия, то тогда какого-то такого результата тяжело ждать при всем таланте, какого бы ты ни был на талант физический или танцевальный. То есть это, конечно, важно. Мне кажется, они, мне кажется, пока не совсем осознают, но я постараюсь им это внушить. Виктор Чесноков знает, о чем говорит. Ведь он танцор одной из самых популярных в России танцевальных групп. Огромное количество тренировок и фантазия танцоров позволяет делать умопомрачительность сложной программы, насыщенные неповторимыми трюками, приводящими в восторг публику. Верхний брейк-данс тоже собрал немало поклонников. Ведь это фантастические перемещения тела в пространстве и фиксы, которые на первый взгляд противоречат всем законам физики и гравитации. Если ребята в этом направлении работали в основном ногами, любителям диджей-скрейчинга пришлось работать руками. Ведь чтобы получить желаемый эффект, необходимо продергивание звуковой дорожки. Молодежь с основными техниками современного диджей-инга познакомил известный в Наринмаре диджей Борис Делайтс. На фестивале любителям кино было тоже чем заняться. Олеся Кашицына, режиссер монтажа, известный продюсер, поделилась опытом в области видеосъемки и кинопроизводства. Молодежь округа, посетившая мастер-классы по самым модным направлениям, сможет продемонстрировать свои таланты на большой сцене. 25 апреля состоится гала-концерт фестиваля «Кадушки». Любовь Пермякова, Влад Стасюк, телеканал «Север».